Цены на автомобили последние несколько лет растут с рекордной скоростью. Стоимость новой отечественной машины может достигать 3 миллионов рублей. Импорта китайского бренда 5 миллионов. Прайс неприлично завышен и уже сравнялся с ценами на квартиры в Барнауле. Объем продаж упал, многие водители присматриваются к поддержанным авто. Но и там цифры зашкаливают. Так еще несколько лет назад пятилетнего Duster можно было приобрести за 600 тысяч рублей. Сегодня же цена выросла в два, а то и в три раза. Так на одной из популярных платформ по продаже машин цена даже не пятилетнего, а семилетнего кроссовера превышает полтора миллиона рублей. Автоэксперты на встрече время трендов, организованной сибирской медиагруппой, подтверждают на авторынке царит хаос и бардак. Наблюдается некий такой хаос, я бы его так сказал, даже в нашей любимой вторичке. Ну, то есть, ну, все видят, да, куда уже цены улетели, там, вообще невероятные какие-то цифры, там, вторичка стоит, да, там, обычная наша привычная машина, которая там стоила всю жизнь, там, 900 тысяч, там, мы ее могли себе позволить купить, она почему-то сейчас уже полтора стоит. Вот. Ну, в общем, вот такая вот тут картина непонятная. Непростая картина и на рынке авто с пробегом, непонятная и с новыми авто. Европейские, американские, японские бренды ушли из России за санкции, зашли китайские и захватили половину отечественного рынка. Если сравнивать именно отечественный автопром и китайский, я все-таки бы лично на свое усмотрение бы отдал, наверное, предпочтение китайскому. Наши отечественные автомобили, они все по сей момент построены на технологиях 80-х годов, то есть с тех пор ничего принципиально, скажем так, конструктивно не менялось, да, ну, кроме там электроники какой-то, да, то, я думаю, проигрывают, ну, на две головы. Только в прошлом году китайцы продали россиянам больше 500 тысяч машин. В этом планируют выйти на показатель в миллион 200 тысяч. Планы грандиозные, видимо, обоснованные. Китайскому автопрому, в отличие от российского, есть что предложить автолюбителям. Перед вами машина китайского производства и отечественного. Плюсы есть и у той, и у той. Что касается российской машины, то у нее привлекательна прежде всего цена. Если вдруг что-то выйдет из строя, то проблем с ремонтом не возникнет, запчасти имеются. Из плюсов, пожалуй, все. Что касается машины китайского производства, то она существенно дороже, но наиболее технологична. У нее есть круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, распознавание дорожных знаков и множество другой начинки. Купить иномарку, в том числе ласточку из Поднебесной, можно двумя способами. Через дилера по более высокой цене и по параллельному импорту по более низкой. Появляется лазейка ВОЗа под красивым названием параллельный импорт, который я бы сейчас назвала просто неофициальный серый ВОЗ. Государство приоткрыло занавес, и все, кто у нас занимался пек булочки, занимался производством, штопал штанишки и занимался прочим бизнесом, внезапно стали бизнесменами и потащили серым импортом автомобили. Разными способами, не желая платить налоги, сборы и прочие ВОЗные санкции, которые существуют. При этом каждый продавец авто пользуется дорогами общего пользования, социальными объектами, тем, что появляется и поддерживается за счет налогов. По статистике электрички и гибриды в Алтайском крае встали на учете, на учет только в январе, порядка 50 автомобилей, неофициально везенные. Это достаточно приличная цифра для Алтайского края. И я вам скажу так, что эти автомобили на сегодняшний день единицы, кто может обслуживать и привозить запчасти. Когда начнут происходить аварийные случаи, поломки, все вот эти многочисленные продавцы будут улыбаться и уходить в тень. Продавцы, в свою очередь, предупреждают об отсутствии гарантий на машины, провезенные по параллельному импорту. Но для покупателя это не аргумент. Когда человек покупает машину, которая хочет купить автомобиль на рынке, допустим, даже в Барнауле, он, прежде всего, хочет сэкономить. Он говорит, я все, не вопрос, хорошо, это, я разберусь. И ломается такая машина, правильно сейчас вы сказали, и человек начинает бегать. То есть там не принимают, там не принимают и так далее. Но 1 апреля серый ВОЗ уедет в закат. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина меняются правила ВОЗа автомобилей по параллельному импорту. Завозить авто сейчас намного дешевле через страны Евразийского экономического союза, а не напрямую. Получается, что деньги идут мимо российского бюджета. Предполагается, что с 1 апреля при ввозе автомобиля в Россию будет доначисляться разница в размере таможенного сбора. А это значит, что ввозить и продавать машины по меньшей стоимости уже не получится. Это попытка защитить рынок, сформировать вот этот самый цивилизованный рынок, чтобы машины продавались через дилеров. Но мы живем в России, где наличие жестких законов подразумевает необязательное их исполнение. Как везли серяг, будут везти. Если лазейку, параллельный импорт все же закроют, автолюбители затянут пояса, и автопродажи еще сильнее упадут. Уже сейчас люди отказываются покупать машины в автосалонах по цене однокомнатной квартиры. И вряд ли скидки и акции сыграют ключевую роль в ситуации, когда у людей на счету каждый рубль.